Здравствуйте! Меня зовут Проматарова Майя, я театровед, занимаюсь историей теории театра, переводом всю жизнь занималась. Всегда перевод был частью моей жизни, еще с времен, когда я была школьницей. И до сих пор помню свои первые встречи с такими выдающимися людьми, которыми я переводила кинорежиссера Лариса Шипетька, театральный режиссер Роберт Старуа, писатели, как Казанцев, Радзинский, недавно буквально переводила пьесы Гладилина. И этот опыт мне очень помог, потому что я последние несколько лет занимаюсь со студентами-болгаристами, которые изучают болгарский язык и буквально готовятся на работу переводчика, переводчика-болгариста. И это большой вызов для них, потому что было такое время, когда было очень много переводчиков с болгарского на русский язык, потом была большущая пауза. Сейчас появилось новое поколение людей, которые начинают заниматься этой работой, потому что это важно, чтобы люди прокладывали мосты между государствами, между языками и каким-то образом раскрывали все это богатство, которое несет литература, в конкретном случае болгарская литература. Конечно, при каждом переводе что-то теряешь, что-то приобретаешь, но я думаю, что в работе, которую мы недавно закончили с студентами, они ее начинали, пока еще учились на четвертом курсе, уже они закончили, и они уже работают некоторые, а другие уже магистры. Но работу, которую мы сделали, вот эта книга. Она называется, как вы сами, наверное, видите, «Семь болгарских рассказов, семь болгарских писателей, семь студентов-переводчиков». Конечно, цифра семь – это красивая цифра, но она была очень спонтанно выбрана, потому что студентов в курсе было семеро. Мы начали очень просто, сначала чисто как учебный процесс заниматься этим переводом. И сегодня, я думаю, что для вас будет очень интересно именно то, как учебная работа трансформировалась в профессиональную работу, как чисто конкретное задание, домашнее задание превратилось в увлекательное путешествие, в несколько этапов. Потому что вот эта книжка, такая тоненькая, как будто, содержащая семь рассказов, выдающаяся болгарских писателей, начиналась действительно как учебный проект. Потом мы сделали на основании этой книжки электронную книгу, потом мы сделали аудиокнигу. И сегодня буквально вы являетесь первыми, которые видите это печатное издание. В нем семь авторов. Я постараюсь вам их представить, потому что мне кажется, что они сами по себе очень интересны. Это выдающиеся писатели, которые очень известны в многих стран мира, переведены на многих языках мира. И среди них это Георгий Господинов, Олег Попов, Александр Сыкулов и Иордан Дородичков. И еще три женщины-писательницы. Здравка Эфтимова, это писатель, который является председателем болгарской секции «Пят-клуба», Елена Алексиева и Иванка Мугилска. Я думаю, что в финале сегодняшней встречи каждый из вас узнает немножко больше о них. Может быть, некоторые услышат до конца лекцию и услышат, как я прочитаю один из рассказов. А я думаю, что если вам действительно интересны эти рассказы, вы найдете на сайте Центра славянских культур или Болгарского культурного института PDF-файл с этой книгой в электронном формате. Как родилась эта книга? Как проект уже упомянутого Болгарского культурного института и Московского государственного лингвистического университета. Это университет с очень большой 90-летней историей. И я не побоюсь сказать, что проект типа этого является новым для них. В чем его была привлекательность? Он начался с рассказом Георгия Господинова. Давайте чуточку приоткрою, что за авторы в этом сборнике, которые переведены студентами, семеро студентов Московского лингвистического университета, уже бакалавров закончивших. Георгий Господинов. Самый переводимый, наверное, даже не наверное, а точно, болгарский писатель после перемен, конца 80-й, после падения Берлинской стены. Его поэзия, его книги с рассказами, его романы звучат на десятки разных языках мира. И мало того, что его перевели на многие языки мира, а переводят его действительно выдающиеся переводчики. На английский язык его переводят Анжела Родел, на итальянский язык Джузеппе де Лаготе. Если вы поинтересуетесь на польский язык, кто его перевел, то вы тоже удостоверите, что это серьезные люди занимаются переводами этого выдающегося писателя, который начинал как поэт. Начинал такими книгами, как Лопитариум, это его первая книжка со стихами, Черешни одного народа. И потом, через некоторое время, он написал свою первую книгу, которую назвал романом, естественным романом. Она и 11 раз, по-моему, переиздана в Болгарии, переведена более чем на 20, я не знаю, там, 5, скажем, языков мира. И получила очень хорошую прессу в разных изданиях, таких серьезных и литературных, и нелитературных. Но то, что произошло потом, когда вышел его второй роман, это уже физика грусти, превзошло все ожидания. Книга была также переведена, они писали рецензии «Нью-Йоркер», «Гардиан», писали о специфике грусти в этом романе. Сам писатель Георгий Господинов любит рассуждать вообще о грусти, он говорит, что она имеет как бы локальные корни, чисто болгарские, даже, скажем, или балканские, но говорит, что грусть является таким общим ощущением самого человека. Ты не можешь быть человеком без ощущения грусти. Именно она тебя делает человеком и анализом, как она происходит, от чего происходит. Но если говорить о переводе, само слово «грусть» является до сих пор проблемой при переводе, потому что, ну, о какой грусти идет речь? Если вы откроете словарь, вы увидите, сколько многих слов у вас в вашем языке обозначают грусть. Ну, скажем, если пользоваться русским языком, ну, это грусть, что ли, или, может быть, это тоска? Что это за чувства, которые испытываем мы в те минуты после обеденного одиночества, или вот такие мгновения, когда лето переходит в осень? Как назвать это? Грустью, тоской? По-болгарски это «тага». Красивое слово. Физика на тагато. Совсем недавно Георгий Господин написал свой третий роман. Он примерно так каждые 10 лет пишет по роману. И этот роман тоже, его сложно перевести, он сам шутит, он говорит одно из сложнейших вещей в моей работе – это переводить в заголовки. Роман называется «Время-убежище». Убежище как прикрытие, как такой заслон времени. Он действительно очень занимается временем, теми переходными, эфемерными вещами, теми конкретными человеческими историями, которые происходят с каждым, и который писатель, если у него чуткое ухо, а у господина его достаточно чуткое ухо, ловит, слушая других людей, записывая эти микроистории и превращая их в лабиринты макросюжетов, которые связывают время, то, которое было и то, которое будет. Когда говорю о времени, в прошлом и в будущем, и о Георгии Господинове, то обязательно хочу упомянуть рассказ, который вошел в эту коллекцию, называется «Слепая Вайша». Замечательный рассказ, я нашу встречу сегодня закончу читкой этого рассказа. И кто такая Вайша? Вайша – это девушка красивая, но у нее есть такая особенность. Один глаз у нее смотрит в прошлое, другой ее глаз смотрит в будущее. И когда она смотрит даже на парней, которые к ней приходят свататься, она понимает, что то видит парня как такого сопливого мальчонку, который бежит и кидается камнями, или, в общем-то, падает, и коленки все в шрамах, то видит его как старика. То есть она не в состоянии этой своей особенности, что одним глазом видит прошлое, а другим глазом видит будущее. Тот же самый мальчишка другим глазом она видит как дряхлого старика. И хотя к ней сватались, к Вайше приходили самые прекрасные парни, она не могла их выбрать, не могла решиться, с кем жить, то ли с мальчиком, то ли с этим стариком. В какой-то момент она даже решила выколоть свои глаза, но это был не выход. И вот опять о сложности перевода. Когда появилась старая, мудрая, мудрая женщина очень, и она говорит, надо что-то сделать как-то, и там были всякие магические ритуалы, чтобы собрать ее взгляд, чтобы как-то она имела взгляд на настоящее, но это не получилось. И это очень сложная игра слов. Как это сделать, собрать взгляд этой Вайши, была одна из таких достаточно дискутируемых моментов нашей работы. Почему говорю «нашей»? Потому что проект начался с двумя моментами. Сначала мы обратились к некоторым из авторов, то, что было приятно, что среди авторов были такие, которые мои студенты знали, они гасили в Олимпийском университете, как Олег Попова, допустим, как Юрдан Дерадичков. Других они не знали лично, но знали их, потому что читали их книги, допустим. Естественно, роман переведен в серии «Новый болгарский роман». Это серия Болгарского культурного института и библиотеки иностранной литературы, в которой протекает сегодня наша лекция. И именно это знание им помогло в первоначальной решении, к кому из авторов обратиться. Но потом, как переводить эти притчевые рассказы? Потому что вы, наверное, почувствовали, даже в беглой пересказе «Слепой Вайша», что это не только простой рассказ, это притча. И мы решили, что эту первую притчу Георгия Господинова будем переводить вместе. Прочитаем, подумаем, найдем корни древних религий, даже с некоторых из образов этого рассказа и вместе переведем. А потом остальные рассказы переводились уже группами. Два студента, три студента, один. И в итоге мы потом все вместе опять прочитали. Потом началась редакционная работа, в ней участвовали люди из иностранки, из отдела грантового и мониторингового отдела. Я, наверное, не совсем точно упоминаю этот отдел, но отдел исследовательских программ и грантового мониторинга. И коллеги из Центра славянских культур. И в итоге, конечно, включились и коллеги из библиотеки, не только, а и коллеги из Лингвистического университета, Елена Кудинова. И я, конечно, как преподаватель, вообще зачинщик этой идеи, тоже немало раз читала эти рассказы и каждый раз их по-новому открывала. Вот давайте сейчас обратимся к другому писателю, Алек Попов. Интересная фигура. Он автор не только популярных и переводимых текстов, он автор бестселлеров, которые существуют в разных форматах. В форматах книги, в форматах пьесы, в форматах фильма. Его первый роман «Миссия Лондон», наверное, ну я не знаю, самый популярный среди, который стал... Его роман был переработан в платформу сценария, стал одним из самых популярных фильмов Болгарии. Такая острая политическая сатира на новую политическую элиту Болгарии. История развивается в Лондоне, и там несколько параллельных сюжетов. Чёрный юмор очень едкий такой, и такая очень динамическая речь. Его второй роман называется «Чёрная коробка». «Коробка» — это история двух братьев. Тоже действие развивается то в Болгарии, то в Америке. Два брата, один из которых выбрал свою судьбу и свою жизнь в США, другой в Болгарии. И третий его роман «Сёстры Половеевы». Тоже и роман, даже шутят, что это первый роман партизанского движения, который написан после того, как пришли перемены. Но почему он обращается к партизанскому времени во время уже демократии? Потому что он считает, что это время нуждается в артикуляции современной, в понимании, в анализу именно средствами иронии, самоиронии, средствами даже некой фантасмагории. И вы понимаете, что очень-очень сложно переводить такую фактуру. И при том, что опять начиная с заголовка, всё очень было достаточно сложно. Я думаю, что если вы прочитаете в электронном виде рассказ Олега Попова, который называется «Фанатки падки», вы испытаете большое-большое удовольствие, потому что начинается всё достаточно в одном дискурсе, заканчивается совсем неожиданно. И если говорить о каких-то общих универсальных характеристик болгарской литературы, которые одним или другим образом можем прочитать через переводы в этой книжке, то это именно неожиданность концовски, умение короткого рассказа, способность болгарских рассказчиков так закрутить историю, что просто не можешь оставить рассказ, не дочитав его. Изумительное чувство юмора у Олега Попова, и в этом смысле он феноменальный писатель. Он очень хорошо понимает, что такое хороший перевод, он сам хорошо знает несколько языков, и говорит, что перевод всегда является версией оригинала. И он давно уже понимает, что не можешь окончательно, стопроцентно передать перевод на другой язык, особенно когда касается юмора, все нюансы оригинала. Но он говорит, что то, что сохраняется всегда в переводе, это универсальная сердцевина. Я очень надеюсь, что в этой книжке, в этих семи переводах мы сохранили именно эту универсальную сердцевину этих замечательных рассказов. Я сейчас расскажу вам о другой замечательной писательнице, Здравка Евтимова, о которых я уже упомянула, что она является председателем болгарской секции Пен-клуба, потому что именно ее универсальность при всей сохраненной спецификой рассказа, но является тем, что ее рассказы переведены более чем на 30 языках мира, призы и в Великобритании, и в США, и в других странах, от Китая до Америки, ее тексты пользуются не только большим интересом, не только получают призы, а даже, что было удивительно, они включены в антологии, в антологии для школьников. И мы сначала даже думали перевести именно один из рассказов, который включен в такую антологию, называется «Кровь крота». Но сама Здравка Евтимова была настолько великодушной, что когда мы ее попросили предоставить нам безвозменно, как и остальные, впрочем, авторы, один из своих рассказов для этой студенческой работы, она нам предложила несколько рассказов, и студенты выбрали другой рассказ. И в какой-то мере этот очень известный болгарский писатель, уже популярный, по крайней мере, в университетских, издательских средах англоязычного мира, через перевод студентов выходит на территорию русскоязычной публики. И мы очень надеемся, что эти рассказы, будь Здравка Евтимова или Олега Попова, найдут своих будущих издателей, и уже не только рассказы, а целиком будут опубликованы сборники с рассказами этих замечательных писателей. О ком вам еще рассказать? Наверное, расскажу об Александре Секулове. Но перед тем, как рассказать о нем, я все-таки причитаю фрагмент, который он написал как вступление к этой маленькой книжке, потому что мне кажется, что это важно для понимания, что это за книжка. Вот, читаю вступление Александра Секулова. В своем блестящем стихотворении «Голый остров» болгарский поэт Валерий Петров рассказывает о тяжелых, не прекращающихся зачастую отчаянных попытках человека напоить пустынный сад своей души под громкие, самодовольные насмешки окружающих. Но все же в конце стихотворения звучит непоклебимая надежда «До конца, пока не расцветет, будем нести влагу к вам». В эпоху упрощенного мира соцсетей, когда человек из участника событий превращается лишь в стороннего наблюдателя, во время, когда различные формы пропаганды проникают в искусство, студенческий проект семь болгарских рассказов, семь болгарских писателей, семь студентов-переводчиков, своеобразный символ мужества людей, который каждый день упорно носит в воду, чтобы на голом острове распустились прекрасные цветы. Секулов очень хорошо знает, как распускаются святые творчества, потому что он не только поэт, он не только писатель, он не только драматург, он человек, который ведет такую активную клубную жизнь литературного клуба в своем городе Пловдив, это второй по величине древнейший город Болгарии, и он очень хорошо знает, какой процесс, чтобы текст, рассказ дошел до аудитории, потому что реально популярность, что означает? Означает, что книга нашла своих реальных чтецов, скажем так. Так у Секулова сложная, очень поэтическая проза, и я считаю, что студенты, которые обратились к его тексту, занимались филигранной работой. У него такие слова, как филигранность, как гравировка. Он очень существует и в его лексике, даже как заголовки его текстов, но и могут являться характеристикой его произведения. Лично я очень люблю его роман, который называется «Господь снисходит в Афины». Такой роман очень ёмкий, очень современный и очень жёсткий, я не люблю такие определения, в какой-то мере мужской, и сохранивший всё-таки сильное поэтическое дарование этого писателя. Студентам было знакомо это имя Секулов, потому что они до того, как обратились к его рассказу, который опубликован в сборнике, они занимались его пьесой, которая называется «Для электрического стула нужен ток». Такая особая, странная пьеса. Представьте себе, человек на электрическом стуле, секунды перед тем, как происходит, должен произойти мгновение его смерти, и вдруг апокалипсис. И остаётся только сам, сама жертва, и тот, который должен привести меру в исполнение. И этот диалог между двумя незнакомцами, жертвой и палачом, начинающийся короткими репликами, разрастающийся, был достаточно сложен для студентов. Они тогда тоже занимались переводом коллективно. И они поняли, что даже когда распределяешь текст, который как бы надо пропорционально распределить при работе между ними, но есть нечто, что называется логика фразы. И она не всегда там, где заканчивается, и логика мысли, она не всегда там, где заканчивается, допустим, абзац. Они очень внимательно прочитали один раз, прочитали второй раз. Мы обсудили, где идёт логика этой фразы, или там и так распределили эти куски, а потом что вы вместе читали, потом искали долго заголовков. У нас было 6 или 7 вариантов заголовков, и в конце концов даже не могли договориться, и оставили два варианта, один с двумя отрицаниями, другой, как я вам прочитала, для электрического стула нужен ток. То есть этот автор для них был знаком, и в какой-то мере это привело к более быстрому пониманию его стилистики при переводе, но это не означало более простому, потому что когда идёт речь о таких категориях, как поэтичность в прозе, это как переводишь, как будто переводишь стихи. Иногда даже оказывается, что стихи проще переводить, чем такую поэтическую прозу. Через прозу знали и другой писательницы, которая в коллекции 7 болгарских рассказов, 7 болгарских писателей, 7 студентов-переводчиков, её имели она лексила. Её роман «Нобелевский лауреат», переведён на русский язык, нечто более, критика о нём хорошо писала, сообщала, что надо всматриваться в литературу таких авторов, как Елена Алексьева. Она тоже очень разнообразна, и драматурки, прозаики, рассказчик. И её рассказ начинается, сборник с её рассказом. Такой замечательный текст «Двое». Сначала даже не очень понятно, кто эти двое. И необходимо погрузиться, чтобы понять, что рассказ идёт от имени собаки и её Бога, человека. Вообще, об этой вертикали Бога-человека, неба и земли, очень часто идёт речь в эти рассказы писателей, которые включены в такую, я бы сказала, золотую коллекцию болгарской литературы. И не случайно я упомянула, что в эту литературу надо всматриваться. Цитирую слова литературного критика Галины Юзефович, которая представляла аудитории роман Елены Алексеевой «Нобелевский лауреат». Мы сейчас раскрываем её в этой книжке уже как рассказчик. Мне кажется, что она была уже представлена и как драматург своей пьесы «Мадам Миссима». Вы замечаете, что о ком не пойдёт речь, что это переводимые, известные и, главное, работающие в разных жанровых ключах авторы. Об Алике Попове даже, когда мы говорили, мы говорили, что он берёт один и тот же сюжет, историю, и трансформирует её в разные, то в киносценарии, то в театральные версии. Театр привлекает болгарских писателей, и они любят трансформировать своё слово на театральные подмостки. Один из таких писателей, тоже включённый в сборники, это Иванка Мугилска. Она, пожалуй, вместе с Урданом Деородичковой, самая молодая, болтой автор в этой коллекции. И она тоже начинала как поэт. Её первая книжка, Денка получила достаточно большое признание у нас. А потом издала несколько сборников с рассказами. И очень интересен механизм её работы с темой, как возникает идея рассказа. И, может быть, это иногда помогает понять, как переводить рассказ. У неё есть такой рассказ в одном из её сборников, который называется «Это Питлак». Питлак — это имя. Её спрашивали, что за имя? Она говорит, «Польское». Представьте себе, она где-то прочитала, что польская переводчица, по-моему, Магдана, наверное, Питлак, приехала в Болгарию, такая болгаристка, словистка, чтобы заниматься болгарской литературой. Ей очень понравилось это имя. И она как-то себе... А, увидела ещё и фотографию. Ей понравилась и фотография. И вся история закрутилась именно на этом. Кто может быть эта Магдалина Питлак? Что за человек Магдалина Питлак? Почему она приехала в Болгарию? Что ищет Полька здесь? Любит ли она болгарскую литературу? С кем она общается? И именно на этой игре воображения, которая была закручена только именем Питлак, родился такой замечательный рассказ. И вообще я для себя тоже, можно сказать, открыла автора, именно Иванку Могилску, когда мы начали заниматься этим сборником. В чём её замечательность? Она как будто от конкретики начинает, от чуть ли не документального факта. И эта документальность переломляется в фикциональность. И если говорить о любви писателя к театру и театра к писателям современным болгарским, то она когда-то училась в нашей театральной академии и тоже любит свои рассказы трансформировать, но в форме перформансов. И эта игра является частью той игры, которая начиналась, когда она услышала какое-то звонкое, допустим, польское имя как Пикник. Упомнила ещё одно имя, имя Юрдана Д. Радичкова. Может быть, кто-то из вас знает имя его деда. Если убрать букву Д, то Юрдан Радичков наверное самое для меня самое яркое имя современной болгарской литературы, если брать под современность уже больший кусок времени там вторая половина прошлого века. И вот внук тоже начал заниматься не только наследием своего деда и начал писать свои рассказы, раскрывая свой взгляд на мир, такой тоже в неком пересечении реального и фантазного, но при очень внимательном, проникновенном восприятии и интересе к человеку просто очень сильно он как будто большой лупой Юрдан Д. Радичков смотрит на человека, на его хрупкость, на его грусть, если вернуться к слову грусть, и все начинается как простая история, как некий обычное утро, выпил кто-то кофе, не выпил, кто-то пошел на работу, кто-то не пошел, была у него работа, не было работы, и вдруг оказывается, что наряду с обычными персонажами наш герой говорит с жизнью, вводится, входит категория. И я бы думаю, что рассказ, который вы прочитаете в этой книжке вас заинтересует, и может быть, потом мы переведем другие рассказы из его сборников, я только скажу, такие у них интересные заголовки «Игра в гусей», и там «200 скорых в час». Наблюдательный молодой человек, который настолько чувствителен, что со своей ранимостью, прикрытой ироничностью, говорит о нашей современности своим уникальным голосом. Трудно в считанные минуты представить семь таких ярких болгарских писателей. я говорила то, что они переведены на многие языки мира, то, что получали призы. Вот, когда мы начинали о Георгии Господинове и говорили о нем, я сказала, что у него там масса наград, допустим, одна из них швейцарский приз, Яна Михальского, Токарчук, польский писатель, тоже лауреат этой награды, и кроме этих наград у него такие, допустим, другого типа признания. Его рассказы воплощены в фильмы, анимационные фильмы. Та же самая Вайша, о которой мы рассказывали глазом одним, который смотрит в прошлое, а другим, который смотрит в будущем, на почве этого рассказа была сделана анимация выдающимся деятелем кино, рисовальщиком, художником, визионером Теодором Мышевым. Это болгарин, который живет в Канаде. И он сделал фильм, который получил более 35 призов и был номинирован на Оскар, был в короткой селекции на Оскар, а сейчас он так увлекся выражать идеи Георгия Господинова художественным образом, что сделал уже полнометражный фильм, который называется «Физика грусти», по тому же самому роману, о котором мы с вами говорили. Я сейчас попытаюсь прочитать вам «Слепую Вайшу» короткий рассказ и мне кажется, что если вы его услышите, уже точно захочете, у вас появится желание не только посмотреть анимацию Теодора Ушева по рассказу по рассказу Георгия Господинова с музыкой Кутарашки прочитать всю эту книгу. Семь болгарских рассказов, семь болгарских писателей, семь студентов-переводчиков проект Болгарского культурного института Московского государственного лингвистического университета при поддержке библиотеки иностранной литературы. Георгий Господинов «Слепая Вайша» Ее левому глазу было доступно лишь прошлое, а правому одно только будущее. И пускай ее оба глаза были открыты, как у всех зрячих, Вайша все же была слепа. Все называли ее слепой Вайшей. Она редко выходила из дома, по двору ходила, вытянув руки, натыкалась на черешню, царапалась ежевикой и задевала горшки под навесом. Черешни, ежевикой горшки для нее не существовали, равно как и сегодняшний день. Для левого глаза они еще не произошли из праха, а для правого уже увяли и обратились в прах. Когда Вайша была еще ребенком, мама первая заметила ее странную слепоту. Откуда ей было знать, что левому глазу у Вайши женщина, склонившаяся над ней, виделась только начавшей ходить девочкой, а правому уродливой, скрученной старухой. Когда Вайша заговорила и кое-как объяснила, что видит, все решили, что тут-то не обошлось без черной магии. К ней потянулась целая вереница бабушек, которые плевали через плечо, дергали себя за уши и цокали языком от сглаза. Говорили, пить настои семян пьона перед рассветом в течение сорока дней, подогреть желчь ястреба и приложить к глазу, пока она не остыла, промыть желудок черной курицы, снять с него кожицу и положить его на глаза. Только одна из старух сидела в стороне, качала головой, словно черепаха, и молчала. Наконец, подойдя последней, она тихо сказала, что все без толку, пока не найдется то, что соединит ее взгляд и вернет в этот мир. Росла Вайша, росла и стала красавицей. Даже то, что ее левый глаз был карим, а правый зеленым, лишь делало ее краше. Как-то раз один юноша пришел просить ее руки, встал перед Вайшей, а она смотрела на него и видела его так, левый глаз. Боже! И вот этот цепливый мальчишка пришел ко мне свататься, рубашка незаправлена, колено разбитый. Я ж ему в матери гожусь, а его прислали ко мне свататься. Смеются они, что ли, Боже? Правый глаз. Руки трясутся, волосы седые, Боже, упаси, с него песок сыпется. Он одной ногой в могиле, а жениться подумал, как мне с ним постель делить, как ему в глаза смотреть, Боже. И так было со всеми, кто к ней приходил. Не нашлось никого, кто вернул бы ее в этот мир. Шли годы, а красавица Вайша так и жила, смотря одним глазом в прошлое, а другим в далекое будущее. Иногда грань между прошлым и будущим становилась настолько размытой, что казалось, они вот-вот соединятся с настоящим. Но пока для правого глаза солнце только вставало, для левого уже белел месяц. В другой же раз пропасть между прошлым и будущим была огромной, и Вайша шептала, что левым глазом видеть, что земля еще безвидна и пуста, и тьма над бездной, и что-то она не могла подобрать слов «носится над водой». А в то же время перед правым глазом выселся град четвероугольный, у которого все стороны были одинаковые по длине и ширине, а городские стены были украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третье холцедон, четвертый сморак, пятый сардоникс и так далее. И вечером, когда Вайша ложилась спать, ее глаза не знали покоя, сны ее раздваивались, как змеиный язык. И пока для одного глаза она гонялась за бабочками, а пионы были с ней высотой, а то для другого пионы были сорваны и покрывали все ее окоченевшее тело, а над ее лицом порхали уже другие бабочки. Вайше надоело так жить. Однажды она решила сама избавиться от одного глаза, выцарапать его пальцами. Ну и хорошо, ну какой глаз? Если она вырвет левый, то будет жить только в ведущем, а оно не предвещало ничего хорошего. И с кем ей там доведется жить, и кто ей на пути встретится? Тогда правый, минувший дни, всегда кажется уютнее и надежнее. Но как смотреть на родителей и видеть в них сопливых детей, как их называть, как с ними жить? И не было, Вайше, спасения ни в прошлом, ни в будущем. И у этой истории нет конца. Не нашлось ничего на этом свете, что соединило бы взгляд Вайше, что сделало бы мир единым для левого и правого глаза. И если ты читатель, закроешь правый глаз и прочитаешь только левым, не увидишь ни букв, ни истории, а только лишь чистый лист, и даже не лист, а дерево, из которого он сделан. Горе тебе. Если ты закроешь левый глаз и попробуешь прочитать только правым, но не увидишь букв, потому что они стерлись, а бумага обратилась в прах, горе мне. Или ты читаешь, глазами слепой Вайше, или вся эта история недолговечна, как и этот есть бумаги и весь этот увядший мир. Я думаю, что вы почувствовали поэтичность этого перевода, и вот именно сейчас, уже когда заканчиваю свою беседу об этой книге, о том, как она родилась, как учебная работа, как мы вместе перевели именно этот рассказ слепая Вайша, а потом мы продолжили свои переводы после Георгия Господина и слепой Вайши двое Лены Алексьевой, фанат Кипатки Алика Попова, Пушкин Плюшкин и Женщины из дыма Александра Секулова, Я буду ждать тебя после ночного поезда Здравки Евтимовой, Никем не замеченной Иванки Могилской и Спектр чувств Юрдана Д. Радичкова. Семь великолепных рассказов, которые были переведены, я сейчас хочу прочитать имена студентов, которые работали над этой книгой. Они были переведены студентами Анастасия Гореликова, Виктория Сорокина, Дмитрий Лучаев, Катерина Шиченко, Мария Федорина, Наталья Быкова, Полина Либина, лингвисты-переводчики, которые были тогда студентами четвертого курса, а теперь уже закончившие бакалавры, некоторые из них уже продолжили учиться на магистры, и я уверена, что они стали по пути работаем над этой книжкой, книгой, сборника, сначала в электронном формате, потом в АДУ, и сейчас уже в печатном формате, лучшими профессионалистами. Их любопытство к болгарскому рассказу, к болгарской литературе возрос, и я надеюсь, что у вас тоже появилось некое любопытство. Желаю вам приятного чтения и знакомства с болгарской литературой. Посмотрите на наши сайты, на сайт Болгарского культурного института или Центра славянских культур, и причитайте в PDF-формате, или послушайте сборник семь болгарских рассказов, болгарских писателей и семь студентов-переводчиков. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...